Ядерный привет из прошлого. Под Крапивницком охотники за металлом раскопали радиоактивный могильник. И уже успели вывезти минимум один груженый грузовик. Куда попал опасный металлолом неизвестно до сих пор. Подробности в нашем сюжете. Эти поля всего в нескольких километрах от жил массива. Почти 30 лет назад здесь захоронили облученный Цезем-137 металлолом с местного предприятия. В контейнерах двигатели и провода. Они будут фонить еще 300 лет минимум. Но на прошлой неделе хранилище разрыли экскаваторами. Местные жители вызвали полицию. Предупреждающих знаков здесь нет. Хотя радиация местами превышает норму в 10 раз. В мэрии призывают без паники. Мол, если не рыться в земле и не прикасаться к облученным предметам, угрозы для здоровья нет. Разносят мы там эти, мы не будем, потому что это за местом находится. Радиационный фонд самого природного средств в норме. Это точковый, я еще раз наголошу, точковый только подвищение радиации. По словам очевидцев, охотники за металлом успели вывести минимум один груженый грузовик с прицепом. Куда, никто не знает. В полиции открыли уголовное производство. Статья за владение грунтовым покровом, что нанесло ущерб окружающей среде. Окраденном радиоактивном металле ни слова. Что делать с раскопанным могильником, в мэрии не знают. Сообщают, что вызвали столичных специалистов, они и решат. Но местные жители не на шутку встревожены. Ведь 40 лет назад в Краматорске замурованная в стену жилого дома ампула с цезием-137 привела к смерти 6 человек. Еще 17 стали инвалидами. Ольга Иванченко, Елена Брынзов, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кропивницкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова